Здравствуйте, уважаемые. Хочу показать, как сделать деталь для КСП, чтобы она дымилась. Ну, точнее говоря, не дымилась, а имела некий вот такой эффект, который обеспечивается assets'ом KSP Particle Emitter. В общем, частицы, возникающие и пропадающие такие. Но эти же частицы, собственно, обеспечивают эффект задымления. Достаточно поменять текстуру самого дыма. Ну, в общем, сейчас я все это покажу. Значит, что для этого нужно? Не знаю, сначала объяснять или это. Ладно. Создаем новый объект. Допустим, ну, это может быть любой объект, который вы сделаете в 3D Max, перенесете сюда в KSP, или я буду показывать вот просто на кубике. Вот я создал куб. Обзову его как дым-куб. Текстурку на него положу какую-нибудь. Ну, я вот это вот вложил, у меня тут других, в общем-то, и нет. Ну, пусть будет это KSP Diffuse. Самая простая такая текстурка, да? Тайлинг. Тайлинг это вообще вот, видите, как меняется. Если здесь единичку ставлю. Она мельче, короче, становится. Это крупнее, похоже, да? Да. Ну, пусть так будет. Ну, урок, как бы, урок. Не о текстурировании, а вот об этом вот, обо всем. Box Collider, Mesh Render. Это можете оставлять, можете убирать, но без Mesh Render его видно не будет. Без Box Collider он будет проваливаться во все дыры. Поэтому я это все оставляю здесь. Так. Дальше беру Port Tools. Накладываю его сюда. Вот. И здесь я прописываю вот такую вот... Ну, тут можно что угодно прописать, в общем-то. Ну, короче, путь-то файла. Я вот так делаю. Уп-куп. ТГА не знаю, мне вот ПНГ больше нравится почему-то. Ну, может быть, ТГА... ТГА правильнее будет. Ну, я вот ПНГ оставляю. Ну, так, все. Вот мы создали, собственно, наш кубик. Теперь... Ну, вот он будет. Вот он так в КСП будет выглядеть. Вот так вот, да? Ну, или примерно так, потому что в зависимости от того, какие шейдеры вот здесь будут стоять. стандартные, или КСП-диффузы, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пусть будет так. Дальше, собственно, нужен сам эффект этого дыма. Для этого нужно сделать подобъект дочерний, а к этому еще один подобъект. этот назвать. В общем-то, как угодно, как хотите, но я его назову как дым-куб. Из кнопочки найду только дым-куб. Так. А вот этот объект я назову эмиссия. Ну, испускание. По-русски говоря. Ну, вот они у меня, в принципе, уже здесь есть. Я их создал, да? Это я не закрыл, чтобы... В общем, надо так. Вот эти два объекта, они пустые. Вот, смотрите, видите, их нет. То есть, они есть, но здесь вот ничего нет. Они пустые, эти два объекта. Зачем два? Сейчас объясню. В общем, мы вот этот объект не трогаем, он пустой будет вообще. А вот к этому объекту надо добавить КСП партикл эмиттер. Вот. И пошла вот такая байда. Такая розовая, потому что текстур нет. Чтобы поставить текстуры, надо вот сюда на материал кликнуть и выбрать текстуру дыма. Ну, или вот огня можно. Огонь. Или вот такую вот можно. Но это не очень. Вот это можно. Ну, собственно, дым вот сам. Черный дым можно. Такую вот фигню можно. Ну, в общем, любую текстуру можно на него наложить. По идее. Можно вот такую попробовать. Я не пробовал. это у нас материал партикл материал партикл сплэш. Давай это попробуем. Блин, как неудобно тут все устроено у вас. Ну, вообще нет. Я вот эту вот текстуру накладывал, поэтому я с ней буду показывать. Вот она как бы вот так вот по умолчанию ставится. Здесь можно менять размер частиц. Вот она в данном случае от 0,1 размер частиц меняется до 0,25. Если вот уменьшу, 0,5 допустим. 0,0,5 0,0, ну, 8, допустим. Вот видите, меняется. То есть есть маленькие частицы, и частицы, есть крупные частицы. Size Crow это, я, честно говоря, не совсем понял, что она делает, но она делает вот так. Давай поставим 0,1 допустим. В общем, тут вот в этой вот правой колонке можно колдовать сколько угодно. Эмиссия это количество, как бы, частиц, насколько я понял. То есть, если я сделал здесь 500 и допустим 600, тут вон, сколько много стало. как бы, как бы. Энергия это, по-моему, продолжительность жизни этих частиц. Только сколько, какое время они будут видны на экране. чем меньше энергия, тем, ну вот если 0,0 поставить, что будет? Ну да, они пропадают. То есть, 1,2 это продолжительность жизни их. В то же время частота мерцания по ходу. 0,5 0,7 допустим. Да, да, да. Вот, видите. Вот. Продолжительность жизни этих частиц видимых. И в то же время увеличивается как бы частота мерцания. То есть, если я допустим 0,2 0,3 поставлю. О, да. Частота. Но их тут мало становится. Хотя, тут стоит 500, 600 странно. 100, 120. Да, маловато. допустим. В общем, тут можно колдовать долго. С этим совсем. Вот. Дальше вот это вот эллипс. Это какая форма, какая геометрическая форма будет испускать эти частицы. ну сейчас стоит эллипсоид. Можно эллипс поставить в сферу, шар, кольцо, куб, плоскость, линию и точку. Тут можно сферу поставить, посмотреть, что будет. Можно линию поставить. Ну, чтобы линию поставить, тут надо вот увеличивать по протяженностью. этой линии. Вот она вот так он будет. Ну, пусть будет кубоид. Здесь вот размеры этого кубоида. допустим, здесь оставлю 0,5 и здесь 0,5. Ну, пусть так. а по игреку, допустим, 1. Вот. Значит, подошел к вопросу о том, зачем два объекта. Затем, что вот этот объект вы не сможете передвигать. Хотя нет. Ну, он вроде бы как передвигается, но в КСП почему-то не передвигается. Поэтому двигает лучше вот этот объект. И тогда вот это вот эмиссионная фигня вся передвигается. Хотя, вроде бы, вроде бы и это работает. В общем, я делал, я показываю, как делал я. Вы можете попробовать по-своему. Вот. Ну, здесь можно уменьшить 0,4, 0,4. Вот так вот сделать, да? Как бы. Вот. Здесь дальше можно цвет поменять. Вот здесь, например, чтобы последние были красными. Вот. Ну, как последними. То есть, вот эта частица одна, вот если взять, она состоит из вот 1, 2, 3, 4, из 5 палитр. Как бы. Вот это вот пятая палитра, последняя, ну, по периметру частицы. Это, соответственно, первая. То есть, начинается она с белого цвета, дальше идет белый, белый, но в серединке. Давай поставим, например, жёлтый, 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 жёлтый. Вот так вот. В общем, с цветами тут тоже можно долго играться. И что получится в концовке вы увидите только в КСП. потому что здесь она отличается. Вот. В общем-то, всё на этом. Теперь вот этому объекту Эммит, который ой, или не Эммит. Я уже забыл. Нет, не Эммит. Вот этому вот. Дымкуба. Думкуба. Думкуба надо присвоить, надо наложить скрипт Портус тоже. Вот. Я беру, вот так перетаскиваю. Вот, Портус. чтобы не заморачиваться, это у меня уже всё есть. Я просто вот скопирую, копии компонент сюда вставлю. Копии компонент Values. Вот, всё. И оно теперь идентичное получается, правильно? Вроде правильно. Вот. То есть у нас вот на главном объекте Дымкуб есть Портус. Вот он, Который называется это Дымкуб Тире П. И на этом есть Дымкуб, но с другим путём. То есть он просто Дым П называется. Зачем это надо? Вообще, вот этот вот дым, в данном случае вот эти частицы, это как бы отдельный объект в КСП получается. то есть вот КУБ это КУБ будет, он просто будет КУБ, когда его в гараже просто вот вытащите в гараже, это будет просто КУБ, он не будет дымиться, ничего в гараже, он будет задымиться только на взлётной полосе, да? и это тоже самое Дымкуб, это тоже будет отдельный объект, но он будет как бы без то есть это будет мнимая запчасть, так скажем. То есть я долго не мог понять, как это устроено, как дымится, как сделать дымящуюся деталь. Дым на самом деле это запчасть, но это запчасть, в общем-то, грубо говоря, только без как это называется-то, господи, сейчас, 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 без кфг, без конфига, без вот этого файла, без конфигурации, если к нему конфигурацию написать, он возможно и в гараже будет виден, файла, файла, я попытался объяснить, что я хотел совместить, то есть наша задача это создать, ну или перенести какую-нибудь 3D-модельку в QSP и к нему присобачить вот этот дым. Вот, вот смотрите, значит, мы сделали вот этот куб, портулз, на него нанесли, это будет, он будет записываться как модель вот с такими именами, неважно, тут можно просто модель поставить, вот здесь будет модель му, в данном случае, если я в write нажму, будет за тире п.му, такая название модель будет звучать именно так, а вот этот, вот это дым, вот этот дым куб, с эмитом вот этим, он будет отдельной деталькой записан как дым тире п, вот здесь видно, да, дым, дым, вот, все, когда вы сделали вот это вот, партикулы, партикулы сделали как вам нужно, дым, нанесли еще что-то, да, тут, кстати, надо запомнить 067, надо вот это вот вообще скопировать, копий компонент, все, то есть вы сделали вот эту дрянь, теперь берете и записываете, я, я, пожалуй, изменю, потому что дымп уже есть, я вот так вот сделаю, дымп1, запишется в отдельную детальку, все, жмем write, так, и идем сюда и смотрим, и вот она записалась, как дымп1, вот, и должно быть два файла, собственно, модель, вот дымпму, и текстурки на нее, в данном случае вот такие, все, теперь, этот, куб, этот куб, если вот сейчас, кстати, тоже будет, п1, 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 если я его сейчас вот так вот запишу, то, это, наверное, будет неправильно, хотя, я не знаю, может, это и будет работать, но я делал не так, я убирал вот эту вот штуку отсюда, теперь, так, вот так вот, хоп, перетаскиваю просто, а вот к этому дымкубу прицепляю еще 2 пустышки, great empty, great empty, этот переименовываю, собственно, переименовываю как дымкуб, так, а этот переименовываю как emet, ну, то же, то есть, то же самое, они называться должны одинаково, то есть, теперь у меня вот как бы дымкуб, но с двумя пустышками внутри, то есть, тут вообще ничего нет, все, и я его записываю как отдельную деталь, вот, так, ничего-то не забыл, вроде бы нет, вот, записываю write, так, и смотрю, и вот он у меня записался сюда, дымкуб, и тоже 2 текстуры, 2 объекта, ну, 2 файла, то есть, модель, собственно, и текстура, в данном случае, золотая, все, теперь я беру, значит, копирую полностью вот эту папочку, открываю свою геймдату, где она, так, нет, не то, геймдату, сейчас, вот, то есть, Kerbal Space Program, бла-бла-бла, склад, партс, но я в структурал, все, все, и, кидаю его сюда, вот он, дымкуб 1, дальше, а, тут меты всякие прописались, они нам нафиг не нужны, я их сразу удаляю, чтобы они не мешались, все, остаются вот эти два файла, теперь надо конфиг к нему написать, вот у меня конфиг от старого есть, я сейчас возьму, копирую, перенесу, переименую его, как дымкуб п 1, сразу скопирую название, открою конфиг и вставлю сюда, так конфиг не видно, вот, так, и, собственно, э, э, что такое? сейчас, записывать так ну вот конфиг этой запчасти можете украсть или взять откуда-нибудь или сами писать в общем это не так не так сложно главное здесь это вот это вот строка ну добавка как эффект значит ты и надо значит скопин как бы идею вообще взял у всех движков в ксп есть вот эта строка но может не у всех но вот например у ионного двигателя она есть . вот эта строка эффект траст бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла бла-бла-бла вот здесь прописывается путь к звуку вот клип склад sound что же такое-то еще секунду вот здесь прописывается склад sound и наименование собственно звукового файла а вот здесь прописывается вот в этом модель мульти партикул модельный здесь прописывается тоже путь во первых до вот этого вот файла вот до этого вот вот до димп и один который но только в ксп и самое главное этот трансформный эмит вот этот трансформный должен быть вот таким же как вот здесь вот здесь вот эмит называется вот то есть имя должно быть то на которое наложен именно вот эти вот ксп партиклы а они у нас наложены как раз на на эмит то есть не 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 дим куб здесь должно быть здесь должно быть не дим куб а именно эмит вот а файл вот здесь вот должен называться как мы его здесь вот назвали димп 1.му сюда вставляем димп 1 здесь вставляем эмит все на этом редактирование конфликта завершено сохраняем теперь берем а вот эти два файла димп 1 копируем и переносим вот в эту папку в ксп геймдата склад эфик 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 эфикс эфикс так опять какие-то майки ща 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 вот геймдата склад эфикс просто вставляем их сюда ну здесь уже текстурка есть можно ее заменить вот и вот он у нас здесь вот эфикс вот димп 1 .му это как раз вот грубо говоря модель этой запчасти то есть понятно да вот куб должен быть с двумя пустышками ну или можно конечно из одной попробовать сделать но я уже в данном случае с двумя взял а вот эта пустышка она должна быть как бы отдельной запчастью вы спросите а почему ты не сделал например вот эту пустышку с просто отдельно и закинул ее в ксп но можно и отдельно делать но размер это как вы угадаете кстати я неправильно сделал нифига вот я забыл вот здесь вот добавить вот это вот здесь 067 было 067 вот вот так это должно быть здесь везде по нулям а тут 067 иначе 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 партиклы будут партиклы будут в кубе также как назначено вот здесь вот в дым кубе ну то есть расположение в артиклов вот этих всех дымовых эффектов а вот здесь вот у нас было вот здесь вот 067 но это сейчас и перенес их поэтому у них изменились координаты координаты вообще было вот так 067 по игреку вот поэтому это надо перезаписать делаю в write я открываю еще раз дымку дымку копирую татьяну тут я не знаю может быть оба можно копировать а можно я вам копирую пофиг копирует и наношу вот сюда все то есть что получается получается у нас два объекта вот этот вот собственно куб это куб с конфигом с конфигурационным файлом и и в fx так склад в fx еще к нему дым собственно вот он дым p1 точкам у ну и текстурка на него вот это вот все теперь пришло время зайти в ксп такс ну и смотрим вот он вот этот вот я до этого делал вот этот вот куб я ну вот он собственно да дымку п1 это наш кубик у него правда тут зеленых приз притыкалок нету нифига ну собственно вот все здесь ничего не происходит то есть он не не дымится и не плавится и ничего не делается смотрим чё здесь тэрин тэрин а здесь он дымится хо хо вот пожалуйста вот такой вот эффект в нем теперь есть видите единственное что я пока я так и не понял как его включать выключать то есть он 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 вот по умолчанию сразу начинает дымится ну в данном случае это не дым но я говорю что поигравшись с настройками в правой части в партикл эмиттерс можно добиться дыма как вот на топоре было там такой дымок ну я его сильно тоже не настраивал так первое что получилось тут самое сложное как бы не создать не модель ну с моделью тоже конечно проблем там имеется если не знаешь как а вот именно чтобы понять как вот как заставить это все заработать в ксп вот в чем проблема самая потому что я на модель потратил там часа час может два по незнанию на вот эти партиклы минут не знаю десять а вот на все остальное я потратил не знаю неделю грубо говоря чтобы понять как это все засунуть ну может не неделю то я конечно утерирую но пару дней точно потому что то получается один раз получилось второй раз так же вроде делаю не получается что за фигня там еще портулс глючит на самом деле то есть он то работает то не работает то правильно работает то неправильно но там кстати в топоре еще и кроме дыма там самая самый гемор был с ну чтобы он втыкался и держался ну то есть как называется короче чтобы он магнитным стал чтобы он прилипал ко всякой дряни как это сделать я тоже наверное сделаю видосик небольшой чтобы вы знали и мне самому не забыть ну вдруг кому пригодится вот как мне например потому что я вот искал видосики они либо на на не по-русски где в общем то можно понять но достаточно проблематично ну там да и видосик то я не нашел только текстовые файлы нашел и то там не все сказано вот я решил снять в общем вот такая вот запчасть получилась они еще вот видите как идут себя то есть если я отклоняю деталь они как бы ну а не да они вот как как партикла себя ведут то есть как частицы частицы которые не жестко привязаны к модельке так вот сказать они привязаны но вот именно вот не жестко то есть видите они отклоняются если быстро двигаться то они могут вот так делать можно разные красивые красивые эффекты сделать совсем с этим вот ну вот именно вот в ионном двигателе это реализовано именно через через партикулы систем ну еще кое-где наверное я точно не знаю где то и где в 2 в движках вот эти партикулс есть партикул эффект вот этот он присутствует дым сделал видимо с помощью партиков вот этих разрушения вот этой полосы взлет посадочный наверно тоже с помощью партикул сделано хотя может быть и здесь анимация просто разлетно-посадочный вот а вот тут куб я делал первый который до ну чтобы как бы снять обучающее видео надо самому хорошенько разобраться правильно что что тупить поэтому я сделал сначала вот тренировочный кубик такой он дымится немножко по-другому у него не он дымится немножко по-другому и партикул у него не перенеслись по оси y вот это вот оси y она не перенеслись потому что я вот именно забыл координаты указать но это можно исправить конечно легко открыл unity по-быстрому но его даже не надо закрывать на самом деле просто когда я записываю видео у него приходится переключать окна но в общем можно исправить просто координаты вот этих партиклов и они будут из другой части выходить в общем друзья это наверное все что я хотел сказать если кому помогло или пригодилось помогло если кому пригодится я буду рад пока пока